всем привет мои дорогие друзья вы как всегда на канале кулинарная тема сегодня ребят у нас будут бургеры бургеры у нас будут сегодня необычные с двумя котлетами одна будет из говядины а вторая будет из сыра сулугуни обжаренные во фритюре в панировочке здесь вот у меня кило двести говяжьего фарша он немножко жирненький ну как положено будем использовать сыр сулугуни взяли два вот таких колесика по 300 грамм 6 бургеров будем готовить я думаю что нам принципе 600 грамм хватит потом нам понадобится соль и перец панировочные сухари немного огурчиков красный лучок кетчуп у меня с горчицы хайнс но он очень вкусный для бургеров обалденно подходит еще нам понадобится яйца для кляра ну и сами булки конечно же вот такие вот ингредиенты ну не сказать что в дешевые эти бургеры конечно же будут недешевые но очень вкусные погнали так ну что ребят сначала приправим фарш немного у нас промаринуется пока мы делаем всякие другие манипуляции которые нам сегодня понадобятся черный перец и соль больше ничего добавлять фарш не будем и так будет очень вкусно посолим много солить не будем потому что сыр у нас соленый и будет пересоленая у нас бургер поэтому все делаем в меру далее нарежем сыр ребят как я уже сказал один кусок сыра у нас весом 300 грамм то есть мы его нарежем на три части вдоль и будем жарить вот такие вот котлетки из сыра это получится как типа как сырные палочки но должно быть очень вкусно ну вот вроде получилось 1 но не совсем ровно ладно ничего страшного и эту тоже пополам вот посмотрите вот такие вот колесики сырные у нас получились ну и также режем вторую почему именно сулугуни ребят потому что он очень хорошо плавится он очень хорошо тянется и он вкусный пока мы нарезали сыр его вскрывали прошло какое-то время фарш у нас немного промариновался соль и перец распределились так разделим его на 6 частей примерно одинаково вот края поправляем чтобы у нас ничего не разрывалось можно еще на столе вот так вот как-то сформировать уже более-менее чтобы она была круглая и чтоб края у нас не не были разорваны все было красиво и аккуратно но вот первая котлетка у нас готова смотрите она более-менее круглая края целые вот такая вот большая и красивая котлета у нас получается ну и также формируем все оставшиеся так ну вот ребят смотрите доделали мы котлеты вот такие вот 6 таких принципе немаленького размера котлета у нас получились ну что ребят следующий этап у нас нам нужно запренировать наш сыр высыпаем панировочные сухари и разбиваем в отдельную миску яйца яйца собьем будем делать ребят двойную панировку я думаю чтобы она лучше удерживалась берем колесик сыра опускаем его в яйцо и в панировочные сухари с одной стороны также с другой края тоже вот так вот промокнем и еще раз в яйцо и в сухари и вот такой вот панированный сыр у нас получается итак ребят остались у нас осталось точнее разрезать булки нарезать лучок нарезать огурчики ну и в принципе можно приступать к жарке сыра и котлет вот так вот так вот в яйцо открыли чтобы они были хрустящими и вкусными вот так вот по 6 штучек влезает буквально по 30 секунд ну может быть по минуте самое главное чтобы у нас была такая хорошая хрустящая корочка переносим котлеты ребят на решетку конечно чтобы потом их вот так вот ножом не отдирать лучше смазать доску маслом либо просто расстелить пищевую пленку первая пошла мясо у нас говядина поэтому жарить мы их будем я думаю что минуты по три наверное с стороны дабы их не пересушить приступаем ребят к жарке сыра наливаем масло разогреваем его хорошенечко так чтобы дно покрыла и сейчас посмотрим как он будет жарится я думаю то что даже наверное по минутке а может по 2 у нас самое главное чтобы корочка схватилась так то в принципе сыр ты жарить то и не надо посмотрите ребят какая румяная красивая корочка получается еще чуть-чуть можно подержать самое главное это не передержать его буквально по минуте на каждой стороне вполне достаточно смотрите какая красота ребят с обалденной корочкой до жарили мы сыр посмотрите какой он получился румяный очень красивый ребят сейчас пока он остывает а мы тем временем пожарим котлеты и так друзья прошло у нас где-то пару минут я думаю что этого будет достаточно переворачиваем котлеты посмотрите как они уже хорошенько поджарились и жарим пару минут на этой стороне то и принципе все посмотрите какие сочные прошло у нас еще пару минут а по еще разочек перевернем еще минуту подержим на той стороне прошла у нас еще минута котлеты наши готовы посмотрите как они ужарились ребят как какой размер был и какой стал эти эти вообще порвались но ничего страшного на самом деле сейчас снимаем котлеты с решетки и будем собирать уже наши бургера так соуса на низ следом у нас идет сладкий лучок на лук выкладываем наши котлеты из сыра напомню сыр сулугуни на сыр выложим огурчики но на самом деле ребят тут по сборке уже каждый для себя что хочет как хочет здесь полная импровизация кто-то любит лук сверху кто-то любит лук снизу кто-то любит лук в середине или также огурцы то есть поэтому здесь уже смотрите сами сверху выкладываем котлету сочную из говядины на котлету можно соусца чтобы было посочнее и чтобы верхняя булка у нас удерживалась и закрываем все это дело верхней половинкой булочки ну вот ребят посмотрите что у нас получилось вот такие вот мега разорви бургеры сейчас мы его обязательно разрежем и покажем что внутри пришло время дегустации посмотрите самое главное попробовать что у нас получилось ребят это очень вкусно действительно очень вкусно обалденно хрустит сыр именно вот эта вот панировка сочная говяжья котлета соус огурчики лучок чувствуется всем советую попробовать приготовить я уверен что вы останетесь довольны хочу тоже пару слов сказать про этот бургер нет он очень вкусный прям вообще папа ты как всегда нас радуешь а у меня нет просто слов просто обидение очень вкусно ребят я вам скажу это шедевр очередной шедевр бургер неописуемый просто это панировочка вот этого сыра вот он еще такой он смотрите он не тоненький такой какой-то размазанный слой майонез там раньше помню первый бургер мы попробовали в москве еще на тверской лет десять назад это даже просто и с тем вкусом не сравнится это вкуснее сто пятьсот лайкосиков сто пятьсот несмотря на вечернее время от этого блюда сложно удержаться даже девушкам сидящим на пп особенно особенно сыр сыр такой румяненький такой хрустящий такой толстенький ароматный кусочек почти крыски всем рекомендую приятного аппетита игорек сто пятьсот лайкосиков сто пятьсот шедевр давайте подним пальцы вверх обязательно ставьте лайки не забывайте подписываться на канал делитесь ссылками на мои видосы с друзьями ну и всем пока до новых встреч субтитры